Все, это конец. Приветик, я Аня, и сегодня я сделаю своей собачке Чихуа Софи новую прическу. Такую прическу вы у Софиши еще точно никогда не видели. Подпишись на канал, жми красную кнопочку внизу, и жми колокольчик, чтобы смотреть наши ролики самым первым. И ставь лайк, конечно же мне, в образе чертика. Вот. А наше сегодняшнее видео сигна для красич Леры. Я надеюсь, я правильно сказала, красик или красич. Лера, тебе привет от нас из нашего видео, потому что ты первая вчера написала правильное кодовое слово в комментариях. А если вы хотите получить нашу видеосигну и привет из видео, ищите в этом видео кодовое слово, которое я скажу сама, прям произнесу его. И кто первый из вас напишет его в комментариях, тот в следующем видео получит видеосигну. Вот этих вот двух милых очаровашечек. И самое главное, это то, что я постригу ее сама. У меня есть самые разные инструменты, которыми я пользуюсь. Про них я даже снимала отдельное видео. Вот такими ножницами мы будем стричь Софишу. Вот такими вот расчесочками расчесывать ее будем. И это специальные ножницы для филировки. Начнем мы, наверное, с попы. Кстати, не забывайте, если вы стрижете свою, будете стричь свою собаку дома, то обязательно постелите что-нибудь на пол. Сто лет не стригла Софишу и уже даже боюсь ее подстригать. Первые локоны. Софи, ты будешь стрижена. Как это тебе будет точно проще без волос на попе, Софи? Да. Ой, эти женские штучки. Сейчас я пока делаю основную стрижку, то есть отстригаю лишнюю длину. Может, хвостик оставить? Не отстригать хвостик Софишки. В любом случае, вокруг попки я ее постригу, чтобы какалась чище, аккуратненько, чтобы собачку не поранить. Попка стала уже посимпатичнее. Возьмем сейчас филировочные ножницы, чтобы это было более естественно. Вот мы и постригли нашу кудрявую попенку, теперь не будет здесь у нас волос мешающих, как эти писи. Мы еще не закончили, а уже вот столько у Софиши шерсти. Кто это такой лохматик? Мама, а прическа-то новая на попе, что ли? Я думала, на голове. Ой, сколько волос там. Логой думаешь, да, Софиш? Животик подстрижем только слегка, а грудь я вообще трогать не буду, потому что мне нравится, когда у Софиши на груди много волос. Все, это конец. Нужно приучать собаку стричься. Она просто лежит и не двигается. Мы же как бы живот должны стричь. Софиш? А, что ли? Я что-то там... Давай немножко подровняем. Вот сколько шерсти у Софиши. Давай расчешемся, грудку расчешем. Это же так приятно. Массажик, да? Слегка поднимем сейчас здесь вот, подровняем, да? Пам-парам-пам-пам-парапам-пам-пам. Скоро эти волосики опять отрастут, и вы увидите это в видео. На кого, по-вашему, стало больше похоже Софиши? На белочку или лисичку? Короткая и густая шерстка стала такая, как будто плотная, набитая. Мама, ну ты, мама, ну-ка, мама. Вот такие щелки у моего, у моей лисички, у моего хомячётичка. Хомячётичка? Да, да. Вот сколько у нас получилось шерсти. Мама, подписчикам же понравится? Да. Ну ладно, хорошо. Да. А тебе-то само себе не нравится? Да, да, да. Мне нравится, но я просто переживаю очень. О, короткошерстный мой пёс. Обязательно напишите в комментариях, какая Софи вам нравится больше, с длинными волосами, как у Папильона, или короткошерстная, с короткой стрижечкой. Но, конечно же, наши волосики отрастут снова, и, ну, конечно же, наши волосики и ушки наши теперь, которые видно, отрастут снова, и мы будем снова как Папильончики с длинной шерстью, да? У кого у меня? У меня есть мастер. Как ты, как у меня? Кодовое слово – пёсики. А у нас ещё столько для вас новостей по поводу будущего щенка, по поводу имени канала, по поводу того, что Эйвена и Софи взломали ВКонтакте и даже переименовали их страницы. У нас даже есть подозрения о том, кто это мог сделать. Так что завтра ждите видео. А ещё скоро будут каникулы у бабушки и муравьи. Так что оставайтесь с нами. Пока! Жмите на кругляшечке на экране и смотрите ещё наши весёлые ролики. И лайк поставь, я слежу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!